Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим об очередном бинокле от известного немецкого бренда Bresser, а именно о модели National Geographic 8x42 с разгрузочным ремнём. Поехали! Немецкий бренд Bresser уже достаточно давно является значимым игроком на российском оптическом рынке. Особую и отметим, что заслуженную популярность приобрели такие линейки биноклей, как Pirsch и Condor. Что же касается моделей National Geographic, то о них мы рассказывали не так много. Пора, пожалуй, исправить этот недочёт и поговорить сегодня об одном из этих биноклей. Бинокль из сегодняшнего обзора входит, что, скажу вам по большому секрету, отражено в его названии, в линейку National Geographic. Bresser сотрудничает с известной телесетью Американского национального географического общества с 2012 года, совместно выпуская оптику и электронику для начинающих исследователей в бюджетном ценовом сегменте. Более подробно о компании Bresser мы рассказывали в одном из предыдущих роликов. Если эта информация вам интересна, переходите по ссылке в углу экрана или в описании под видео. Да и в принципе не забудьте заглянуть на канал. У нас множество информационных роликов на тему астрономии и микроскопии, а также более 200 обзоров микроскопов, телескопов, биноклей, монокуляров, зрительных труб и другой техники. Что же касается биноклей National Geographic 8х42, модель не стала исключением. Это довольно простой, но качественно исполненный универсальный прибор для широкого круга задач. В основе его конструкции лежит современная схема RUF с использованием призм с крышей, благодаря которой бинокль имеет относительно небольшие габариты и герметичный корпус без подвижных внешних частей. В комплектацию инструмента входит мультиязычная инструкция, сумочка из плотной ткани с застежкой на липучке для переноски и хранения, мягкий широкий наплечный ремень, салфетка для протирки линз от влаги и загрязнений, а также ключевая фишка данной модели – дополнительный разгрузочный ремень. Этот аксессуар представляет собой замену классическому наплечному или нашейному ремню и позволяет с гораздо большим комфортом переносить длительные пешие походы с биноклем за счет равномерного распределения нагрузки от него на плечи и спину. При необходимости ремень можно тонко отрегулировать по длине во всех направлениях для наиболее продуктивной работы. Несмотря на то, что прибор весит всего 660 грамм, масса, казалось бы, незначительная, несколько часов с ним на шее могут утомить даже бывалого туриста. Ну а благодаря разгрузочному ремню все подобные неудобства сходят на нет. Раз мы заговорили о весе модели, самое время проверить его. Показания наших весов дают даже чуть меньшую массу по сравнению с паспортной – 634 грамма. Для своих параметров и конструкции вполне средний результат. Оптика в приборе выполнена из распространенного среди моделей среднего ценового сегмента стекла марки BAK4 с полным просветлением, без многослойности. Напомним, что термин «полное просветление» или по-английски «fully coated» означает, что на все внешние поверхности оптических элементов или их склеек, взаимодействующие с электромагнитным излучением в видимом диапазоне, также известным в миру как «свет», нанесен тонкий слой просветляющего покрытия, увеличивающий светопропускную способность системы и повышающий контрастность изображения, благодаря чему конечная картинка становится светлее и четче. Многие подобные нюансы мы активно поясняем в нашем инстаграме. Кроме того, там можно найти красивые фото и видео о космосе, а также ответы на некоторые вопросы, оставленные вами в комментариях под видео. Обязательно заглядывайте, ссылка на профиль в описании. Под мягкими резиновыми крышками скрыты объективы, как следует из маркировки модели диаметром 42 мм. Это оптимальный размер главной линзы, благодаря которому соблюден баланс между все еще небольшими габаритами прибора и в то же время большим количеством собираемого света, за счет чего биноклем можно пользоваться даже в условиях сниженной освещенности, в сумерках, тумане или при пасмурной погоде. Окуляры также дополнены защитной резиновой крышкой и имеют достаточно большие выходные линзы. Просветление здесь фиолетового цвета. Восьмикратное увеличение прибора является универсальным и отлично подходит для многих задач, как обзорного плана, так и точечного наблюдения за не слишком отдаленными целями. Диаметр выходного зрачка, то есть пучка света, выходящего из окуляров бинокля и попадающего на глаз пользователя, составляет 5,25 мм. Опять же, неплохой показатель для работы и в солнечный день, и при недостатке света. Корпус модели изготовлен из пластика и покрыт резиновым материалом с внешней стороны, улучшающим надежность хвата руками и придающим дополнительную герметичность конструкции. Габариты прибора, как мы и говорили ранее, достаточно компактные – 146х126х53 мм. Ось сгибается плавно, без каких-либо люфтов. Бинокль оснащен механизмом центральной фокусировки. Регулировка резкости производится барабаном единовременно для левого и правого окуляра, что обеспечивает удобство в работе, в особенности при активных наблюдениях за разноудаленными целями или движущимися объектами. Поле зрения модели составляет 110 м на 1000, что соответствует углу обзора в 6,3 градуса. Неплохой показатель, в том числе для обзорной работы, как мы и упоминали ранее. На правом окуляре содержится кольцо диоптрийной подстройки, необходимой для корректировки разности силы зрения левого и правого глаза пользователя, если такая имеет место быть. Подстройка возможна в пределах плюс-минус 2 диоптрий, что существенно меньше, чем у большинства других моделей, где данный показатель в 2-2,5 раза больше. Если же возможностей корректировки вам не хватит, биноклем можно пользоваться в очках. Для этого достаточно скрутить поворотно-выдвижные наглазники в крайнее нижнее положение. В поднятом же состоянии они помогают в работе без очков, ограничивая боковую засветку и выступая своеобразным маркером оптимального расстояния, на котором следует расположить глаза от внешней линзы окуляра в соответствии с выносом выходного зрачка. По бокам корпуса расположены проушины для одевания ремня, а в центральной части под заглушкой находится втулка с резьбой формата 1,4 дюйма для установки бинокля на штатив через специальный переходник, приобретаемый отдельно. Кстати, такой переходник, как и сам бинокль из обзора, а также множество другой оптической техники и аксессуаров для нее, по хорошей цене можно приобрести в интернет-магазине observer-msk.ru. Ссылка в описании под видео. В данном же случае установка на штатив не является необходимостью, а лишь дополнительной возможностью, так как биноклем за счет небольшого веса и оптимальной кратности максимально комфортно пользоваться и с рук. В целом прибор оставляет приятное впечатление. С учетом своей бюджетности это действительно достойный вариант для покупки. Неплохая оптика, качественная сборка, приятный корпус, современная конструкция, малые габариты и разгрузочный ремень в комплекте, помимо прочих аксессуаров. Все это, безусловно, достойно внимания. За счет универсальных характеристик бинокль может подойти орнитологам, туристам, рыбакам и охотникам. Он покроет большинство типовых задач. Что ж, самое время посмотреть, какое изображение модель покажет на практике. Область, за которой мы наблюдаем, расположена в 190 метрах от нас. Благодаря восьмикратному увеличению она видна эквивалентно тому, как выглядела бы невооруженным глазом с расстояния примерно 24 метра. Несмотря на пасмурную погоду, бинокль выдает насыщенную контрастную картинку с хорошей резкостью и детализацией. Напомним, что наш способ съемки камеры через окуляр прибора ухудшает общее качество изображения по сравнению с тем, которое будет видно глазами при непосредственной работе с оптикой. Тем не менее, подобные тесты – единственный вариант дистанционной демонстрации возможностей приборов. Поле зрения имеет ровную геометрию, изображение резкое на большей части его площади, с небольшой потерей фокуса у самых краев, что типично практически для всех инструментов даже из топового сегмента. В целом, все очень достойно и не вызывает нареканий. В сравнении с другими моделями, в этом бюджете по качеству картинки Bresser National Geographic 8x42 вполне может опередить многих конкурентов. А так выглядит область, за которой мы наблюдали без увеличения с нашей обзорной точки. Что ж, друзья, вот такой сегодня получился обзор. Модель действительно интересная и заслуживающая отдельного ролика. Я надеюсь, вам понравилось, было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов на нем. А их, друзья, в ближайшее время будет очень много, особенно по теме микроскопии. Не пропустите. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или просто вы хотите поделиться своим мнением о данной модели бинокля, обязательно все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине обсервер-msk.ru Оптика в обсервер по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok